Глубо уважаемый президент, голубо уважаемые коллеги, я представлю вам данные о клеточной терапии у больных меланомой кожи. Конечно, это не стандарт. Понятно, что это экспериментальное лечение, но оно имеет тоже свои результаты. И результаты мы сравнивали с эпилемабом, у нас небольшая группа, эпилемаб большая группа, и, конечно, мы эти данные не представляем в сегодняшнем докладе, это неэтично, но где-то все рядышком. И, конечно, объем опухолей массы играет очень критически важное значение. То есть мы лечим пациентов, вот нашими экспериментальными методами, пациентов с исчерпанными возможностями. И если мы даже там достигаем какого-то эффекта, это, конечно, понимание, что мы можем работать в этом направлении. И очень надеемся, это не последние слова, только начало, что эти методы войдут в стандарты русско. Очень бы этого хотелось. Итак, научное обоснование клеточной терапии меланомы. Обратите внимание, как формируется противоопухолевый иммунитет. Требуется целый ряд, целых пять сигналов, чтобы его запустить. Это должны быть иммуногенные антигены. Это должны быть компетентные, не скомпрометированные клетки иммунной системы, дендритные клетки, лимфоциты. Необходимо формирование на каждом этапе выраженного противоопухолевого ответа. Это увеличение количества и функциональной активности опухолеспецифических эффекторных клеток, медиаторов иммунного ответа, цитокинов, снижение супрессорных механизмов, увеличение иммуногенности опухолиасцированных антигенов и, в итоге, преодоление толерантности к химии и лучевой терапии. Дендритно-клеточная вакцина, я не буду останавливаться на технологии, она всем уже известна, это говорится из года в год, но важным являются, конечно же, клинические результаты. Включите, пожалуйста, видео. Я хотела бы представить вашему вниманию левая часть данного слайда. Это незрелые дендритные клетки, полученные из моноцитов периферической крови в лабораторных условиях. Вы видите, насколько эти клеточки не схожи с моноцитами, с их предшественниками. Пожалуйста, вторую часть. В правой части данного слайда мы видим дендритные клетки, которые нагружаются опухолем лизатом. Обратите внимание, если наблюдать за одной клеточкой, как эти клеточки пытаются распознать антигены, как они с ними контактируют, и в последующем мы видим эти результаты у наших пациентов. Итак, на данном слайде представлены 20-летние наблюдения за нашими пациентами. Это пациенты с исчерпанными возможностями стандартного лечения. Осложнения 3-4 степени зарегистрированы. 1-2 отмечены более чем у половины пациентов, но получен клинически значимый противопухольный эффект у 46% пациентов. Средней продолжительности 6 месяцев. Конечно же, это не из лечения, но это возможность пациентам отдохнуть от химиотерапии. Возможность дождаться какого-то нового клинического исследования. И, конечно, это очень важное достижение. И вклад дендритно-клеточных вакцин в настоящее время велико. Оно рассматривается на клинике Ultrales.gov. Если вы посмотрите, идет дальнейшее изучение этих вакцин уже в сочетании с другими иммуно-онкологическими препаратами. И есть пациенты, у которых есть длительный ответ. Так, пациентка с меланомой кожи, метастазом в акселярных лимфоузлах, мягких тканях, костях скелета и частичный регресс у нее более 57 месяцев на фоне вакцинотерапии. У данной пациентки наблюдается стабилизация заболевания. И мы, так как это системное воздействие, хотя мы вводим внутрикожный препарат или внутриопухоль введение препарата, в отдаленных участках при биопсии мы видим участки фиброзной ткани с замещенной жировой клетчаткой и лимфоидной инфильтрацией. Опухолевые клетки не обнаружены. И на данном слайде мы видим 15-летнюю выживаемость пациентов с диссиминированной меланомой, получавших генномодифицированную вакцину отечественного производства. И очень интересным оказался факт, что у пациентов, которые опухолевые клетки продуцируют иммуносупрессирующий фактор МИКЕЙ, эти пациенты, у них общая выживаемость около 3 месяцев. У пациентов опухолевые клетки, которых не продуцирует этот фактор, их выживаемость мы видим значительно дольше. Это очень важно для понимания, каких пациентов нам следует включать исследования, у каких пациентов ожидается клиническая эффективность. Мы также изучаем и иммунный статус. И вот здесь представлены иммунные статусы пациентов меланомой кожи 3С и 4 стадии, благоприятный иммунологический прогноз. Если мы посмотрим на эту диаграмму, то левая часть мы видим, мы так называем, в виде стакана, а справа в виде паруса, то есть неблагоприятный иммунологический прогноз. И наше воздействие на этот парус, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам, то есть это также требует дальнейшего изучения. Мы провели кластерные анализы экспрессии раково-тостикулярных антигенов у больных меланомой кожи и саркома мягких тканей. Мы нагружаем дендритные клетки раково-тостикулярными антигенами, и нам очень важно знать иммуногенность этого антигенного материала. Здесь мы видим тепловую карту, и в правой части данного слайда мы видим экспрессию генов раково-тостикулярных антигенов, и красная линия – это у пациентов меланомой. А зеленая – у пациентов саркома мягких тканей. И это говорит о том, что мы можем лечить пациентов саркомом мягких тканей, дендритными клетками, нагруженными раково-тостикулярными антигенами, полученные из клеточных линий меланомы кожи. И подтверждающий результат данного тезиса мы видим результаты лечения пациентов метастатическим саркомом мягких тканей, аутологичной дендритно-клеточной вакциной, по сравнению с химиотерапией. И прибавка общей выживаемости более 8 месяцев. Мы провели анализ частоты расхождения ответов по разным системам – рецист и рецист. И можем вам сказать, что рецист и рецист – это зеленая часть данных графиков – говорят о том, что эти два метода практически сопоставимы. Есть некоторые расхождения, но можно пользоваться и рецист-системой. И в настоящее время, конечно же, внимание исследователей сосредоточено на адаптивной клеточной терапии метастатической меланомы. Очень важно понимать не только стимуляцию иммунитета, а еще и заместительную терапию. Когда ослаблен иммунитет, ослаблен организм пациента, и таким лекарственным препаратом, таким оружием могут быть опухолинфильтрирующие лимфоциты. Может быть, в настоящее время проводят селекцию неоантигенов специфических Т-лимфоцитов с помощью секвенирования маркеров активации и коккультивирования, обратите внимание, с дендритными клетками. Также развивается направление, С-направление – это молекулярно-генетическое конструирование рецептора Т-лимфоцитов периферической крови инвитро. Это могут быть опухолеспецифические т-клеточные рецепторы и кар-Т-клетки, геномодифицированные опухолевые клетки. Вашему вниманию представляется клиническое исследование кар-Т-клеточной терапии меланомы, которое проводилось в клинике, возглавляет эту клинику известный иммунолог, хирург Стивен Розенберг. Вы видите, в исследовании включена кар-Т-клеточная терапия, была связана с VGFR-геном, геномодифицированным геном CD8-лимфоцитов. Мы видим неэффективность данного направления. В настоящее время открытое исследование кар-Т-клеточной терапии меланомы, обоснование этого исследования, что V-клетки, экспрессирующие CD20, способствуют росту меланомы. Подавление этих клеток опухолевого микроокружения оказало выраженный противоопухолевый эффект. Открытые наборы пациентов меланомы на сайте clinicaltrials.gov и все эти 10 открытых клинических исследований включают комбинацию дентритно-клеточной вакцины с иммуно-онкологическими препаратами в разных режимах. Спасибо за внимание. Продолжение следует...